Сотрудники МЧС представили лучшую спасательную технику. Новинки и уже хорошо зарекомендовавшие себя машины осмотрели главу муниципалитетов Ивановской области. Этот автомобиль первой помощи – гордость Лежневских пожарных. Использовать его можно для тушения лесных пожаров. Пена, попадая на ветки, задерживается на полтора часа. Тем самым можно создать преграду огню и защитить зеленое насаждение. Машина разработана по специальному заказу в Екатеринбурге. Аналогов России пока нет. Особенность этого автомобиля заключается в том, что у него нет насоса в этом автомобиле. Весь процесс происходит в емкости для воды. Закачивается воздух 200 атмосфер. И за счет этого происходит процесс подачи пены в рукавную линию. Еще особенность из этого рукава – то, что рукав довольно-таки очень легкий. Если рукав на 51 мм на автомобиле весил 50 кг, то здесь он весит буквально 10 кг. Автомобиль купили около месяца назад и уже опробовали на практике во время ДТП. Пожарная машина нужна для того, чтобы предотвратить возможное возгорание топлива. На этот раз спасатели провели учебное занятие и продемонстрировали навыки показания медпомощи пострадавшим с применением специального оборудования. В других муниципалитетах работает не такая современная техника, но со своей задачей она справляется. 20 машин Арс-14 поступили в районы Низминистерства обороны и были адаптированы надлежащим образом. Здесь объем бака для воды – 2,650 литров, бак для пенообразователя, соответственно, колесная формула 4х4, которая эффективно может использоваться, так же как при тушении лесных пожаров, так же и в частном секторе, в сельских поселениях, где, соответственно, дороги бывают где-то и не чищены. После осмотра пожарно-спасательной техники чиновники собрались в зале городской администрации. У руководителей была возможность обсудить проблемы и обменяться опытом. Лучших в деле обеспечения пожарной безопасности отметили грамотами. Смотр-конкурс проводился по итогам 2012 года. По мнению жюри, на самом высоком уровне готовы к ликвидации чрезвычайных ситуаций в Киниш-Метейковском районе.